сегодня мы заканчиваем заканчиваем мы сегодня изучать самую такую главную молитву именно молитву то есть шма и сраэль а есть амида 18 благословений вот мы сегодня заканчиваем изучать как устроена амида молитва и переходим сегодня заканчиваем десятую главу книги нам осталось две маленькие главы 11 12 уже надо думать какая будет следующая книга точно также сделаем голосование вам предложу несколько книг и начнем изучать следующую книгу будем постепенно постепенно узнавать тору и продвигаться по через тору к есть притчах царя самона царь самон он говорил что каждая заповедь нер митсва каждая заповедь это как свеча то есть выполняя одну заповедь вот каждую руку торы например это ты каждый раз ты зажигаешь свечу в себе да то есть встать прийти включить компьютер там и так далее то есть те кто приходят вот у нас около 200 человек постоянно приходят на роде торы значит это как каждый раз ты зажигаешь свечу то есть это действие самого человека нер митсва свеча это заповедь заповедь это свеча а тора это свет тора это ор то есть тора это идет на тебя сверху когда ты начинаешь изучать тору ты делаешь усилия своем начинаешь изучать она тебя освещает освещает твой интеллект мозг душу то есть это прям свет такой да и источник этого света бесконечный источник это всевышний тора она выходит от всевышнего это бесконечный действительно бесконечный если взять вот энергию тора источник света ведера хаим путь жизни да хохот мусар продолжается аль-салмон путь жизни это нравственно увещевание почему это будет жизнь environmentally оно увещ他们 потому что у человека до строгое наставление нравственно учебания то есть можно пить и то есть одно это же слово можно перевести по-разному смысл вроде похожий нравственно увещевание строгое наставление но но слова разные теперь но почему путь жизни и строгое на или нравственного вещевания, потому что у человека есть жизнь его тела, материальная жизнь, и жизнь тела, она управляется инстинктами, это как у животных, если у человека животное начало. Жизнь души, вечная жизнь, она управляется законами Тора, и она управляется заповедями. Теперь у человека есть интеллект, интеллект это чистый компьютер, обслуживающий материал, то есть интеллект, его загружаешь, где вода, где еда, где урок Торы, во сколько урок Торы, что такое ашмаэстроэль, что такое ашмаэстроэ, что такое порнохаб, и что такое там, и так далее. И у человека полная информация в интеллекте. Интеллект это чисто обслуживающий инструмент, в который ты задаешь программу, это твое намерение. И ты говоришь, так, моя программа двигаться ко Всевышнему, хочу вечную жизнь, хочу пробудить в себе божественный свет. Он говорит, давай вперед, твои икра, урок Торы, заповеди и так далее. Теперь ты даешь программу, хочу просто кайфовать, кайфовать. Он тебе говорит, вот тебе виноводочный, красная, черная, вот тебе колбаса, вот тебе, значит, сериальчик. Кайфуй, вот тебе диванчик, лежи, кайфуй, да. То есть, интеллекту ему все равно, это как нож. Ножом можно делать операцию, спасать людей. Ножом можно делать шхиту, животных кошерно убивать. Ножом можно убивать людей. Ножом можно защищать людей. Ножом можно, там, миллион разных операций. То же самое интеллект. Хорошо, значит, поэтому тохоход мусар, почему нравственное увещевание или строгое наставление, это путь к жизни. Потому что все-таки у человека сильнее сигнал, вот его тело животное. А животное тело, это удовольствие, такие материальные удовольствия и размножаться. Теперь у человека внутри есть то, что называется совесть, внутренний голос. Есть голос тех, которые увещевают со стороны, это пророки, в основном пророки увещевали. Они говорят человеку, эй, пробудись. То есть, через них Всевышний говорит, как первому человеку он сказал, где ты? Адам решено, первому человеку Бог сказал, где ты? И также вот этот голос нравственного увещевания, он все время звучит, эй, где ты? И ты думаешь, где я? Оп, спрятался, меня нет. Хорошо, значит, мы дошли до того, что, до того мы дошли, значит, сейчас, секундочку. Так, про заработок мы просили, про праведников просили, про изнанников просили, чтобы исчезли неверующие просили. Доброе воздаяние уповающим на тебя просили. Да, это было 13 благословение. Дальше. Дальше мы просим, возвратись милосердно в город твой Иерусалим, вернись в милости твоей. То есть, это одно из самых больших доказательств вечности Тора, еврейского народа, истинности того, что там написано. Потому что, представляете, 2000 лет, евреи, когда римляне разрушили храм Иерусалим, мне, кстати, вот эти вот обвинения, что евреи там распяли кого-то, там, разрушили, это все вызывает удивление. Израилем на тот момент правили римляне. Распятие – это чисто римская казнь, которой римляне казнили преступников по всему миру. Они вот эти вот ставили кресты, распинали. Это было чисто римское такое вот изобретение. Они разрушили полностью храм Иерусалим, евреев забрали в рабство. То есть, это все было вот 70-х год нашей эры. То есть, уже все, евреев здесь не было. И вот с тех пор евреи молятся и просят, в город твой Иерусалим вернись в милости твоей. То есть, мы Бога просим, чтобы он вернулся. И он говорит, интересно, обратите внимание, мы же неоднократно учили, что против неблагодарного нытика пробуждаются велите обвинения на небесах. Поэтому мы просим Всевышнего вернуться в Иерусалим в милости. То есть, мы будем следовать путем благодарения. И тогда к нам снизойдет мера милосердия. И Всевышний обязательно вернется в Иерусалим в великом милосердии. То есть, он все время делает акцент Равшаламару, что взаимоотношения со Всевышним нужно строить, как царь Давид говорил, что Бог – это тень от твоей правой руки. Теутсельха лият именеха. Есть в псалмам такая вещь. То есть, как ты смотришь в зеркало и видишь свое отражение. Также, твое отношение ко Всевышнему, оно выдает тебе, как обратно, да, мера за меру. То, как Всевышний, он относится к тебе, мера за меру. Та мера, которой человек меряет, меряет ему с неба. Если ты с благодарностью ко Всевышнему, то и он к тебе с благодарностью. Если ты его принимаешь во всех его проявлениях, значит, он тебя принимает во всех твоих проявлениях. Если ты, значит, веришь, что все будет хорошо, он и верит в тебя тоже, что с тобой тоже будет все хорошо. То есть, все идет мера за меру. И он говорит, мы даже просим его, чтобы он в Иерусалим, когда вернется, чтобы по милости, не по жалости, не по, там, я не знаю, как еще можно, ну, вот, жалюсь я на тобой. Нет, по милости это доброта. Дальше. Дальше мы просим следующее благословение, 15-е благословение. Взрасти поскорее росток Давида, раба твоего. То есть, все евреи, без исключения, три раза в день просят, три раза в день в молитве просят, вот, евреи религиозные имеют в виду, мы просим Всевышнего, чтобы он взрастил росток Давида. То есть, мы знаем, что царь Давид, он получил от Всевышнего обещание, что из его рода, из рода царя Давида придет мессия, Машеах. И Машеах, это тот, кого мы ждем, он должен быть обязательно из рода царя Давида. И, а почему именно из рода царя Давида? Потому что царь Давид со Всевышним, он произносил ему молитвы, благодарения, хвалы, псалмы Давида, 150 лет являются центральным таким, как сказать, интерфейсом, центральным языком связи между людьми и Всевышним. Да, то есть, именно он заложил вот этот вот язык воспевания, благодарения, то есть, прославления, вся, все молитвы, то, что называют авраамические религии, все построено по принципу, по которому царь Давид воспевал Всевышнего. И поэтому, так как он умел воспевать так, то и Машеах будет от него, ведь свет благодарения, это свет Давида, свет Машеаха, через которого придет милосердное избавление. Мы просим, возвысь его поддержкой твоей. То есть, вот, я думаю, что мы с вами удостоимся, увидим, что появится какой-то человек, сейчас это будет очень легко видно, да, во всех соцсетях будет, все, пришел наконец-то Машеах, Мессия, потом от царя Давида проверяли динатический анализ, все совпадает, все сходится. Он действительно, Машеах из рода царя Давида, все, значит, и третий храм он должен построить. Значит, и мы просим Всевышнего три раза в день в этой молитве Шманаэстроя, возвысь его поддержкой твоей, чтобы Всевышний дал ему силу, то есть, он будет проявлением Всевышнего в этом мире. И роль Машеаха, она не больше, не меньше, ни вправо, ни влево, это через него проявляется сила Всевышнего, то есть, он не Всевышний. Всевышний – это Творец Мироздания, он всего лишь проявление силы Всевышнего. Значит, именно об этом и дальше мы говорим в этом же благословении, ведь спасения твоего мы ждем постоянно, мы надеемся, что откроется его святое имя, и все живущие поймут, что Бог благо и благотворящий, будут благодарить его день и ночь за все, за доброе и за то, что кажется недобрым. Вот. Дальше мы просим следующее благословение, шестнадцатое. Шестнадцатое мое любимое. Я во время этой молитвы, я на шестнадцатом делаю акцент. Почему я делаю акцент именно на шестнадцатом благословении? Все остальные благословения, они формализованы. То есть, можно, конечно, формализованное благословение в каждое слово вложить свою душу, эмоцию, от всего сердца. Но мне, как бы, достаточно тяжело. То есть, можно чуть-чуть более осознанно произносить эту формальную молитву, можно менее осознанно. Великие мудрецы, вот я смотрел, как молились, Равицкак, Зильбер, Роши Шива, там, где я учился, Равеля и Зеркуни, Зихрана Левраха. Значит, они молились, они смотрели в Сидур, в молитвенник. И они каждое слово, они спокойно, вот так вот, вот думчиво, то есть, вообще абсолютно не отвлекаясь, они в каждое слово не вкладывали полностью такое стопроцентное внимание. Теперь, но шестнадцатое благословение, оно называется слышащей молитву. И в это шестнадцатое благословение можно вставлять личные просьбы. То есть, как раз в середине, там, можно вставлять личные просьбы в благословение восьмое, за здоровье. То есть, там есть специальная такая вставочка, когда ты говоришь, как Машерабейну молился, Маисимбек молился за сестру Мириан. И есть там, Эльна, Бог, пожалуйста, Рефанала, пожалуйста, вылечи, пожалуйста, ее. Это такая у Машерабейну была молитва. Эльна, Бог, пожалуйста, Рефанала, вылечи, пожалуйста, ее. и дальше нужно говорить конкретно за кого ты молишься за здоровье имя, имя обычно принято человека имя его и имя его матери да и вот ты просишь Всевышнего за конкретных людей, я очень в каждую молитву обязательно прошу за конкретных людей, которых я очень знаю, что не болеют просят, чтобы или они меня попросили, или я сам просто по своей какой-то инициативе это делаю значит и в 16 благословении это полностью личные просьбы начинается оно так, услышь наш голос милостиво, ибо ты Бог внемлежь молитвам и мольбам и дальше Всевышний мы говорим, ты внемлежь молитвам и мольбам он сам от себя добавляет, Равшаламаруш что Всевышний слышит молитвы с милосердием только тогда, когда молящийся следует путем благодарности и благодарения это проявление принципа мира за миру когда человек верит в милосердие Всевышнего и благодарит его за милость и милосердие тогда и творец ведет себя с ним милосердно и с милосердием выслушивает его молитвы нытье пробуждает наоборот гнев Всевышнего Всевышний полностью милосерден а тот, кто ропотливый так переводят такое слово ропотливый ропотливый отрицает это милосердие и отрицает, что мир создан творцом для раскрытия его милосердия то есть нужно раньше, до этой книги я на это не делал такой акцент да, я этого не я знал, что нехорошо жаловаться но я все равно у тебя даже вчера смотрел свои старые какие-то записи планы там за 2017 год, 2018 я смотрю, у меня столько просьб столько планов столько мне не хватает прям вообще я абсолютно не нахожу в своих вот этих вот планах там ежегодных я делал ежегодно вот перед Роша Шанайли перед Новым Годом и перед Песахом я несколько раз в году делал вот эти, как ревизии, да когда я написал книгу полный контроль как надо выстраивать свою жизнь из системы GTD Getting Things Done то есть нужно обязательно иметь там планы ну то есть все должно быть выстроено в твоем внутреннем мире и у меня было все очень выстроено но только все строительство было основано на том чего мне не хватает то есть цели, планы, проекты очень много там я 14 книг успел написать то есть я из-за того что я точно знал чего мне не хватает я все время занимался тем что мне не хватает но я все время был неудовлетворен тем, что у меня есть поэтому я все время гнался гнался, гнался, гнался очень много лет И никак я не мог догнать удовлетворение. То есть, какие-то результаты я достигал, но то, ради чего я хотел это достигнуть, я не достигал. А сейчас, благодаря этой книге, я сейчас в эту вставку личной просьбы, я теперь, как советует Раф Шломаруш, 90% я в личной просьбе благодарю за то, что лично я вижу, насколько Всевышний мне всего дает, и я благодарю, благодарю. Потом я чуть-чуть добавляю, чего бы мне кажется, мне бы хотелось бы дополнительно получить, но я и так знаю, что Всевышний и так знает, что для меня лучше. Но если я в таком состоянии, в котором я сейчас, в благодарности, то Всевышний, он, я вижу, насколько он еще больше мера за меру, он ко мне относится с благосклонностью, слава Богу, спасибо Всевышнему, за каждую деталь, вообще маленькую в моей жизни. Вот, и поэтому, конечно, эта книга мне очень помогла это понять, осознать, и слышащий молитву я здесь стал именно больше благодарить. Но интересно, что вот у меня, например, если есть молитва, 18 благословений, то где-то половину из нее все равно занимает вот это вот 16 благословение, личные просьбы. Ну, она называется личные просьбы по привычке, но можно сделать личные благодарности. Хорошо. Следующее благословение, 17-е. «Будь благослонен, и ты в своем великом милосердии благоволи к нам». То есть мы дальше говорим, чтобы Всевышний, он захотел нам помочь и захотел услышать наш рацион. То есть здесь есть тоже, вот в Перте, вот здесь очень знаменитая такая мечта, тоже одна из моих любимых. «Делай его волю как свою, чтобы он выполнил твою волю как его». Чтобы Всевышний сделал то, что я хочу, то, что человек хочет. Но здесь вот по его системе, да, должно быть полностью сосредоточение на другом, на чем? Сосредоточение. Ох, пропал интернет. Спасибо Всевышнему за то, что пропал. Так, отлично. Отлично, видите, как хорошо у нас все сработало. Сейчас, секундочку я. Что мы подключились через мобильный интернет. Надеюсь, что звук появилось. Все, звук тоже есть в Фейсбуке. В Телеграме звук есть. Все, отлично. Все, идет, идет. Все, дальше. Дальше мы просим, мы говорим Всевышнему, что он услышал молитву. Потом мы просим, чтобы он был к нам благосклонен в великой милосердии. И, значит, мы говорим, и да увидим мы своими глазами, как ты с милосердием вернешься в Цион. То есть, евреи всегда, 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 две тысячи лет знали, что в конце времен, когда закончится время исправления для еврейского народа, исправления, знаете, какого? Когда спрашивают в Талмуде, а за что еврейский народ был отправлен в двухтысячелетнее изгнание? Знаете, за что? Да? Христиане раньше говорили, сейчас, кстати, интересно, что буквально в последние несколько лет официальная римская церковь, католическая римский папа, сняли с евреев обвинение в убийстве Иисуса Христа. Значит, и до этого христиане говорили, вот вы его убили, типа, из-за этого двухтысячелетнее изгнание. Но когда возник в 1948 году государство Израиль, да, вернулись евреи в Израиль, возникла проблема. И римский папа там, и все эти кардиналы, они посовещались, посовещались. Говорят, не сходится? Если убили, так он до сих пор убит? Его как бы, он же не ожил? Его нету? Теперь, если, пока евреи были в изгнании, можно было сказать, что причина в этом? Но сейчас-то нельзя так сказать? Они же вернулись? Значит, церковь христианская сняла обвинение в убийстве Иисуса с еврейского народа, сняла обвинение официально, просто есть документы, римский папа, со всеми кардиналами, поставили печать и все. Но вопрос-то остается, двухтысячелетнее изгнание было. За что? В Талмуде говорится так, что причина разрушения второго храма, прям конкретно приводится причина, он был разрушен 9-го ава, значит, причина заключается в, внимание, беспричинная ненависть друг к другу. Значит, это причина, по которой был еврейский народ, отправлен в двухтысячелетнее изгнание. Теперь, а в чем причина, причины, давайте разберемся, в чем причина беспричинной ненависти друг к другу? Вот мы возьмем человека, который беспричинно, ему второго ничего не сделал плохого, но он его ненавидит. В чем может быть причина этой ненависти? Причина этой ненависти может быть только в его внутренней привычной неблагодарности и в его внутреннем привычном негативизме, пессимизме и, как сказать, такой жлобский подход к жизни по-простому. В чем выражается жлобский подход к жизни, который приводит к беспричинной ненависти к другим людям? Когда мне плохо, мне не хватает, когда я не вижу добра, а ни от Всевышнего, ни от людей, ни от кого, то у меня автоматически, то есть на автомате, когда я смотрю на другого человека, я на него смотрю сквозь взгляд вот такой вот, типа, он мне уже не нравится, вот просто он мне не нравится. А почему? Да потому что мне все не нравится. И тогда он же не исключение. Почему вдруг он должен мне нравиться? Почему я должен его беспричинно любить? Беспричинно любить может человек, который по привычке ему все нравится. Тогда он смотрит на другого человека. Ему не нужна причина. Он ему и так нравится, Потому что он изначально ждет от всего мироздания, включая этого человека, ждет добра. И получается, что причина беспричинной ненависти, за которую было две тысячелетнее изгнание, заключалась в том, что перестали быть благодарными Всевышнему. Потому что, смотрите, какой маленький нюанс. Вот я утром проснулся. Если я искренне говорю, спасибо тебе Всевышнему, что я проснулся. Ой, спасибо, что у меня кровати, спасибо, что я глаза могу открыть, левый открыл, правый открыл. Спасибо, что я встал, вау, я дышу, спасибо. Крыша над головой, спасибо вообще. И у меня идет любовь ко Всевышнему. Если у меня идет любовь ко Всевышнему, значит идет доверие ко Всевышнему. Потому что, если я рад сегодня, я проецирую на будущее эту радость. Если мне хорошо от того, что я проснулся, то когда заходит человек незнакомый, он точно так же, что вау, человек, то есть я жду от этого человека добра. И тогда у меня будет беспричинная любовь. То есть мы видим, что благодарность, это как раз и есть основа спасения вообще, основа отношения, основа всего. И дальше мы приходим в 18-е благословение. 18-е благословение, как раз 18, это дематрия числа 18, числовое значение – жизнь. И, значит, 18-е благословение, вот «благодарим мы тебя», начинается оно словами. И тут Раф Шаумаруш уже, он, конечно, развернулся, потому что благодарность – это его главная тема в этой книге. И он говорит, вот, в этом благословении учат наши мудрецы все скрыто. Как обрести чудеса, как обрести помощь Всевышнего. Только из-за своей неблагодарности люди не видят чудеса каждый день. Если бы мы каждый день говорили спасибо за то, что у нас есть, мы видели бы множество чудес. И они бы все пребывали и пребывали. Особенно, он говорит, если благодарить за то, что нам кажется злом, тогда все оборачивается благом, и мы видим все больше чудес. Мера за меру. То есть если я благодарю за хорошее – молодец, это нормально. Если я благодарю за то, что мне кажется плохим – это чудо. Это уже на грани личного чуда. Мои взаимоотношения со Всевышним, я говорю, а я тебе доверяю. Я вот прямо вот нечего, а я все равно верю тебе. То есть это ты как бы идешь с ним, переступая через свое понимание, свое эго. Оп, тебе в ответ идет чудо. Тоже все сходится. И мы благодарим, тут он разбирает каждое слово, мы благодарим за его божественность. За то, что он могучий правитель. Значит, там есть слова «благодарим Бог наш и Бог отцов наших». Мы верим, что все случившееся с нашими предками не только с нами было к лучшему. И даже такие трагические события в истории еврейского народа, как катастрофа, когда миллионы погибли. Мы все равно говорим, мы верим, что это проявление твоего милосердия. И он говорит, что все тяжелые вопросы, возникающие у людей по поводу управления Творцом народа Израиля и мира в целом, означают, что они не принимают его божественности и не благодарят Всевышнего за то, что ты Господь Бог наш и Бог отцов наших. То есть все вопросы, а вот как Бог мог, где он был и так далее, это все показывает неприятие Всевышнего, суждение Всевышнего, суд на Всевышнем и так далее. Я помню как-то Рава Винсона Зильбера, Равыцкак, я не помню, чтобы я спрашивал про катастрофу, а его сына Рава Винсона конкретно, я помню, спрашивал, какая-то была книга Рава Ефима Свирского, книга была «Где был Бог», что-то такое. Я спросил его что-то про эту книгу, а Рав Винсон говорит, ты знаешь, говорит, я не хочу эту тему обсуждать, потому что эта тема, она уменьшает у меня, так он и сказал, любовь к Богу. То есть есть, у Бога есть разные проявления, он Бог, есть страх перед Богом, он Бог, он творец мироздания, он царь, он сказал, что я буду, значит, грешников я буду наказывать до третьего, четвертого поколения, а любящих меня вознаграждать на тысячу поколений. То есть его мера милосердия, она больше, чем мера его суда, но мера суда есть, иначе не было бы вообще всего мироздания, все работает только на сравнении. Поэтому я могу сосредотачиваться на мере суда Всевышнего, я могу сказать, что когда Бог сказал в Торе неоднократно, что если еврейский народ от него будет отворачиваться, то придет на них наказание. То есть он сказал, что так устроена система, так она работает. Он предупредил, что из розетки бьет током. Ну так бьет током, что хочешь в розетке получать электроэнергию, знаешь, что есть правила, по которым эта розетка работает. И хочешь, не хочешь, надо эти правила соблюдать. Теперь то же самое Тора, есть повелевающие заповеди, есть запрещающие заповеди. Но если сосредотачиваться на страхе, то у тебя в ответ возникает страх. То есть то, что ты изучаешь, на чем ты делаешь акцент, на этом и построена вся система благодарности. Что если ты делаешь акцент на благодарности, у тебя растет вот эта позитивная сторона твоего внутреннего мира и взаимоотношения со Всевышним. Если ты делаешь акцент на страхе, на наказании, на суде, да, это побуждает тебя быть осторожным. Называются религиозные люди в Израиле, ортодокс, они называются харидим. Харидимные это слово харада, тревога, тревожащиеся. И царь Соломон тоже он говорил, он говорил, счастлив человек Ашры Аишми Фахет Тамид. Счастлив человек, который пугает себя всегда. То есть и путь жизни это нравственные строгие вот эти вот наставления. И тот папа, который бьет ребенка, это он его любит. А если он его не бьет, он его не любит. Ему все равно его будущее. То есть есть вот этот вот строгий подход ко Всевышнему. И он заставляет человека бояться, трепетать. Действительно это держит человека. Мишли в притчах царя Соломона, он говорит, седьмой отрывок, он говорит, решит хохма, решит даат и раташем. Он говорит, основа познания, страх перед Богом. Хохмау мусар, эвелим базу. Божественную мудрость и нравственный рост, значит, моральную дисциплину. Эвелим это скептики. Они пренебрегают этим. Я раньше тоже думал, что надо нерелигиозных людей пугать надо. Что смотри, во-первых, ты как обезьяна. Ты веришь, что ты обезьяна. Тебя закопают как обезьяна. И все. Ты теряешь вечную жизнь. И мало этого, у тебя и в этом мире ничего хорошего нет. То есть я думал, что вот такими вот как бы наставлениями, такими строгими, можно добиться результатов. Но они имеют отдачу. Это знаете как, если ты человека стоишь над ним с пистолетом и с плеткой, заставляешь работать, он будет работать. И ты ему даже можешь деньги не платить. Вообще класс. Но как только ты отвернешься, он убежит, заберет у тебя пистолет, заберет у тебя деньги и так далее. То есть, но если ты с человеком, ты его любишь, он тебя любит, вы с ним действуете вин-вин, он работает на себя. И ты ему дал возможности, он зарабатывает, он тебе отдает твое и считает это вин-вин, выиграл-выиграл. То тогда ты можешь спокойно идти, лечь спать. Он дальше будет работать. То есть, если вы довольны оба, то это отлично. То есть, можно взаимоотношения с Богом и с людьми строить через благодарность и через любовь. И то, что он здесь говорит, что вот за все, за все надо благодарить. И если мы будем эту меру благодарности увеличивать, 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 то человеку отмеряют той же мерой, какой он сам меряет. Если он меряет мерой суда, не веря, что все к лучшему, то его жизнью управляют по мере суда. Но если он меряет мерой милосердия, то ему отмеряют той же мерой. И небеса ведут себя с ним милосердно. Именно об этом мы говорим в этом предпоследнем благословении о милосердии и благодеянии Твоей неистащимы. В общем, и дальше последнее благословение в этой молитве. Оно девятнадцатое по номеру, но всего молитвы все равно называется 18 благословений, одно в течение времени добавили. Значит, благословение мира. И дальше, девятнадцатое благословение, даруй мир, счастье, благословение и жизнь. То есть дальше мы в конце просим, что все, шалом, это написано, шалом, это как одно из имен Всевышнего, его печать. Шалом и эмет, истина и мир. И мы, значит, просим, чтобы был у нас мир, даруй мир, счастье, благословение и жизнь. Что если все пойдут путем благодарения на всей земле, несомненно воцарится великий мир. Все будут благодарить друг друга, это основа мира. Если муж видит, благодарю моему женой и благодарит ее за них постоянно. Жена признает добро, которое делал ей муж, и благодарит за него. Любовь между ними усиливается. И любовь смягчает любые переговоры, и тогда, несомненно, воцаряется мир между всеми живущими. Как говорится в пророчествах о грядущем мире, что земля наполнится знанием Всевышнего, и даже будут дружить уже волк с ягненком, и не будут вредить и наносить ущерб. Это как раз наступит счастье, благословение и так далее. Шалом, это вот последняя молитва в Шмонайстре, и это главное, то, чего мы все ждем, чтобы наступил наконец-то шалом. И он разбирает каждое слово, все эти лика твоего, ты даровал нам Тору жизни. Торо живительно, но только тогда, когда ты следуешь путем благодарения. Но если жаловаться и не верить, что все к лучшему, Торо становится смертельным ядом, Боже упаси. Тогда все суды и приговоры предстают наказанием, поскольку человек не видит блага и милосердия, заключенного в мире суда. Очень просим мы Всевышнего, чтобы он дал нам шалом, и чтобы был шалом, нужно идти через благодарность. Сегодня что-то у нас со связью, слава Богу, не очень. И это дает нам возможность оценить все те дни, прекрасные дни, когда связь была великолепная. И это Всевышний дает нам такую прямо возможность, когда что-то идет не так, как вам хотелось бы, он нам еще и дает возможность принять его волю, проявить смирение. И этим самым исправить те моменты, когда мы не радовались, когда все было хорошо. И вспомнить, как было хорошо, и поблагодарить еще раз за то, как было хорошо. И оценить, не привыкать, что всегда есть интернет. О, вообще. Я помню, когда интернет был, так он жужжал через телефонную сеть, он работал. И он такой жужжал, и еле-еле медленно он работал. Поэтому спасибо, спасибо Всевышнему. Какой есть интернет, такой есть. Спасибо за то, что сегодня пришло у нас, видите, терпение у людей, видно, меньше было, чем обычно. И поэтому сейчас у нас всего лишь 100, где-то 124 человека в прямом эфире. Меньше, чем обычно. Но спасибо, спасибо за 124 человека, слава Богу, да. Все, всем удачи, успехов. Встречаемся с Божьей помощью завтра в 10.00. Будем надеяться, что интернет будет хороший, чтобы мы еще больше завтра радовались, чем сегодня. И, чтобы заслугу нашей радости и принятия Всевышнего, он также нас принимал с радостью, с милосердием. И наступил мир. Мир в душе, мир в семье и мир во всем мире. Чтобы уже наконец-то наступил мир, закончились войны. И мы увидели Машеха. Все, всем удачи, успехов. До завтра. Машеха. Машеха. Пока. Бук.